Увидеть воочию восточный символ духовной чистоты. В Среднеохтубинском районе зацвели лотосы. Это экзотическое растение, завезенное в наши края кем-то из энтузиастов, за пять лет стало уже привычным для местных жителей. А теперь еще и привлекает толпы туристов, желающих полюбоваться необыкновенной красотой цветка. С озера лотосов. Репортаж Людмилы Кухаревой. Родина этих лотосов считается Дельта-Волги. Там они растут целыми плантациями. А в Среднеохтубинском районе эти уникальные водные растения появились пять лет назад. Причем экологи до сих пор ломают головы, как цветок оказался в озере рядом с поселком Красный Буксир. Версий действительно очень много. Каждый свой вариант рассказывает. Есть версии, о которых говорят ученые. Но самое правдоподобное о том, что благодаря деятельности энтузиаста-любителя, который высадил здесь данный цветок в этом водоеме. Сначала их было немного, а теперь заросли лотоса тонкой полоской окаймляют берег водоема. Его цветы изумительного розового оттенка всегда повернуты к солнцу. А плавающие листья способны удержать младенца, объясняют экскурсоводы. Потрясающее зрелище. Потрясающее. Просто даже трудно поверить, что у нас такое в Волгоградской области есть чудо. У некоторых народов лотос действительно считается священным цветком. На Востоке его ассоциируют с символом моральной чистоты и благополучия. Народы Индии представляют лотоса как нашу землю, цветок лотоса. И водоем, на котором произрастает лотос, это рай. Каждый цветок лотоса – это душа человека. Также и человек, как человек рождается в пороке, цветок лотоса произрастает из топкого грязного ила, проходит через водную среду и поднимается уже на воздушной поверхности. Также, как и человека, душа поднимается в рай. Для Волгоградской области лотосы – это экзотика. Полюбоваться красотой этого удивительного цветка, который, кстати, занесен в Красную книгу, в Среднеоктубинский район приезжает много туристов. Хочу обратиться ко всем жителям Волгоградской области. Находясь здесь, относиться все-таки с пониманием и с некоторым трепетом. Действительно, приезжая на это место, испытываешь какое-то благоговейное чувство, глядя на этот цветок. Но эта радость будет совершенно недолгой, если сорвать его. Рвать лотосы не имеет смысла. Вне водоема цветок живет всего два часа, потом погибает. Поэтому любоваться их красотой можно только в естественных условиях. Всех любителей прекрасного они будут радовать своим цветением до сентября. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Среднеоктубинского района.